В Церкви Христовой Вот уже 2015 год Как Церковь Христова Вернее не 2015 Меньше, 33 года минус еще Но вот этот день 50-й, когда Святой Дух Сошел на апостолов, и апостолы стали Проповедовать безбоязненно Весть о распятом О воскрешенном Христе И когда обратились Первые были обращенные От проповеди апостольской От проповеди Евангелия То это и есть День рождения Церкви А далее уже эти ученики Которые услышали от апостолов Они расходились по вселенной И несли слово Евангелия Потому что любящее сердце Не могло молчать о любящем их Господе Поэтому шли они по всей вселенной Ученики И видим, как этот огонь Загорелся Во всей вселенной Обращались целые государства К Христову веру И до сего времени А обращение было только потому Что вера Ослышание Ослышание от Слова Божия Что не было ее Если проповеди Ученики бы не проповедовали То и не было бы Распространения Христианской веры А раз проповедь Было это семя Они сеяли Одно семя сразу давало всходы Другое постепенно Может быть через какое-то время Но посеянное все равно Когда-то даст всходы А если совсем ничего не сеять То не будет никаких всходов Не будет и плодов Урожая не будет Поэтому Сегодня Хотя и говорят Что Евангелие уже проповедано Повсюду Это не так Есть рядом с нами селения Которые Говоришь людям Они абсолютно ничего не знают Не слышали Живут Только что По научению своих предков А вот верили наши так отцы И сказали нам веру не менять А веры-то нет и никакой Совсем никакой нет веры Они не имели никогда Евангельской веры Но Не принимают совсем И не слышали Слов евангельских Этого Бывает так Что в деревне Сотни жителей На всю деревню Не находится Ни одного Евангелия Откуда может быть вера Если нету Слова Божия Нет там Да даже и там Где И появляются Какие-то приходы Церкви И там-то Это только люди знают Пришли в храм Что-то чувственное Получили Подали записки Помолились А живой Иоангельской веры Порой нет Там где есть Даже и храм Потому что вера От Слова Божия От Слова Божия От слышания Будет проповедано Слово Божие Тогда оно Может быть Принято И в сердца Свои А после Посылы сидели Десять дней Господь Когда возносился Сказал Сидите в Иерусалиме И ждите Обещанного И они сидели И ждали А что они Не могли идти В это время На проповедь По-видиму Не могли Они еще Может быть Здесь причина И в том Что они И не знали А какой он Дух Святой Ученики Может быть И боялись Ошибиться А как бы не ошибиться Вместо Духа Святого Другого Духа Не приняли Они сидели И ждали Когда же Придет к ним Обещанный Который обещал И учител И вот Когда это случилось То Что они стали Сразу говорить Другими языками Их язык Стал проповедовать О воскресшем Их Учителе Господе Нашем Иисусе Христе И тысячи Сразу Приняли Эту весть О распятом И воскресшем Господе И сегодня Так же Это Мы Должны При любом случае Встречаясь С другими людьми Которые не знают Этого вести Говорить им об этом Что Не нужно Говорить А я неграмотно говорю Да я не могу Хорошо сказать А хорошо Не нужно И говорить Много Ты знаешь Что да Господь за тебя Умер Но он и воскрес И тебя воскресит Во второе Своё пришествие Это то просто Сказать Совсем просто Много Не нужно Богословствовать Здесь А сказать Что Христос Приходилось За тебя Умер Чтобы ты Имел Жизнь Вечную Вот в этом И заключается Вся Пробовь О Господе Нашем Иисусе Христе Хранит Всех вас Господь